Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим, я с Максимом, компания Евразии. У нас сегодня тема, значит, минеральное питание, наука и ягодоводство. Как же, как говорится, связать воедино? Вначале скажу коротко о компании. Вы наверняка слышали, компания Евразии, помимо того, что является крупной компанией, производит непосредственно продукты, которые в ягодоводстве можно применять и, собственно, они активно применяются. Это 4 продукта, всего 7 продуктов, водорастворимые удобрения. Из них 4 продукта, высококорейные. Сейчас не будем на этом сильно останавливаться. На других семинарах, вебинарах подробно рассказываем, как правило. Просто лишний раз напомню. Помимо того, что продукты производятся, они и реализуются. Есть сеть своих клиентских центров. Насчет работы через дисциплиутеров тут не знаю. Но, в общем, дело в том, что продукты есть, продукты продаются, их можно приобрести. Собственно, переходим о сотрудничестве компании Евразии с коллегами-ягодоводами. В чем, собственно, особенность компании, так скажем, или отличие от других компаний в том, что мы знаем и понимаем реалии производства. То есть мы регулярно сотрудничество с коллегами из Ягодного Союза давно уже. Посещаем все хозяйства. Понимаем квалификацию опытов и опыт ягодников. Вначале он стремительно прогрессирует. И опыт, и квалификация. То есть это год от года, от мероприятия к мероприятию, от посещения хозяйства к хозяйству. Я замечаю, мои коллеги, что уровень хозяйства растет. И третье, хотел сказать, что мы, вот часто коллеги рассказывают из других, вообще из области обучающих семинаров, вебинаров, что мы тут вас научим и обучим. Я вот так скажу, как человек, который обучался в институте, потом, собственно, пришел в производство, я уже не раз это говорил, фактически мне не то, чтобы сказали, забудь все, что на тебя учили, слушай сюда, смотри сюда, но мне задали ряд вопросов, которые в производстве надо было знать, которых в институте нас не обучали. Просто наука, грубо говоря, система образования, она не успевает за тем прогрессом, за теми прикладными вещами, которые есть в производстве. Это нормально, это любая наука так, любое образование, оно не успевает просто физически. Поэтому мы с вами фактически учимся работать вместе, учимся вот этими технологиями и применением удобрений в современных, при достижениях прогресса. Коротко о себе напомню, говорю, то, что я лет пять, собственно, после окончания Тимилизевской академии в театре Аграхима-Почеведина, пять лет, собственно, проработал в производстве непосредственно. Поэтому все научные и ненаучные вещи, я, собственно, знаю, как оно на практике, как это ручками, когда это реализуется. Вот мы часто, я коллег слушаю, и зарубежных коллег, и я часто слышу такие вещи там, вот надо делать так, надо такой-то ЕСИ, такой-то ПАШ, такая-то температура. Я знаю, как это на практике все выглядит, как говорится, что есть у себя, с тем ты и работаешь. Температура на улице 30 градусов. Те рассказывают, что надо 20. Рассказывать можно. С удобрением примерно то же самое. Мы можем рассказывать про то, как часто, что нам 25 поливов надо сделать, а у нас физически нет возможности, например, больше пяти поливов сделать. Ну, вот это как пример. Собственно, польза в чем? Ну, вот это я уже рассказывал. От сотрудничества с Еврахим. Наши принципы, наши команды, наша команда, вот Аграхимического сервиса, она достаточно молодая. Компания. И помимо меня есть коллеги и из науки тоже пришедшие, вот в частности, там тоже Максим Ставеров из Орловского НИИ. И коллеги, которые в Краснодаре плотно сотрудничают с теми, кто выращивает кубнику, садовую кубнику. То есть, основные принципы, в общем, научный подход, сотрудничество с НИИ в области ягодоводства, то есть с Орловским институтом, я вот сейчас не помню конкретно, какой именно опыт у нас сейчас закладывается. И в прошлом году закладывался, и в этом году планируется в области ягодоводства с точки зрения научной повторности. То есть, большое число опытов в растеневодстве у компании Еврахим, то есть это часто, правда, зерновые овощи, плодовые, ягодные, ягодные отрасли, она только сейчас, она молодая отрасль. У нас только сейчас, по факту, появляются такие новые опыты, говорю, и в НИИ, и в производстве будут. Будут и есть, у нас как-то пропагандируется, у нас мы стараемся принять прогрессивный подход к закладке опытов в НИИ и хозяйствах. Ну, то есть, знаете, я когда учился темблять, у нас был 40-летний опыт в Ярославской области, 20-летний опыт там в Подмосковье, и одни и те же схемы с годов. Ну, то есть, это, конечно, хорошо, это все прекрасно для науки, может быть, для практики. Я не вижу, например, смысла, ну, мы не видим смысла с коллегами все время из года в год одну и ту же какую-то схему проверять, сравнивать одно и то же удобрение с другим удобрением. Появляются каждый раз и новые удобрения, новые комбинаторики, новые подходы, опыт все время прогрессирует. То есть, база может оставаться та же, но каждый раз стараемся актуальные вопросы решить, изучить. И, собственно, у нас есть готовность к закладке новых производственных опытов. Ну, не то, что даже готовность, желание, да, вопрос, есть ли такое же желание у вас. Дело в чем? В том, что у нас и удобрения покупают водорастворимые хозяйства активно, в том числе ягодные хозяйства. Но дело в чем, я говорю, как человек, который в производстве работал, обычно не очень охотно стараются делиться этим опытом. Но это и понятно, потому что в производстве ты делаешь-делаешь, как говорится, или какие-то секреты есть в производстве. Я не знаю, своя какая-то уникальная система питания. Или, что чаще бывает, коллеги опасаются, что за что-то, так сказать, нагоняй, получат. То есть в производстве это такое, в совершенном пути, по крайней мере, вот так у нас было, чтобы кого-то пригласить в хозяйство, показать все, как говорится, всю подноготную. Это надо и у руководства их с позволения спросить и так далее. В чем вы отличаетесь ягодники от вот этих вот больших комбинатов, типичных холдингов и так далее? Тем, что вы сами в вашем хозяйстве, вы, я считаю, вполне можете, как говорится, нас отпустить, вместе с нами заложить опыты. И, думаю, вы тоже заинтересованы. Ну, что еще в это сказать? Вот, собственно, предложение по производственным опытам. Только вот опыты можно, знаете, заложить в принципе любые наши, насчет всего там. Как я говорил, с точки зрения науки там чего только не изучалось. Каких только научных работ не находится на просторах интернета, на просторах разных научной литературы. Хотелось бы, чтобы это все-таки было не как наука, но и к практике применимо. То есть, в основе, конечно, научная обоснованность опыта, да, то есть, это даже не обсуждается. То, чтобы он применим был на практике с учетом реалий производственных, вот, как мои коллеги до этого говорили, мы можем, голову, изучить в реалии, я условно говорю, сейчас из головы говорим, как классно будет, если будет 50 поливов по дозе 35 миллилитров накапливать. То есть, ну, физически возможности такой у хозяйства нет, например, смысл такой у подзаклада. Кому-то в голове, может быть, это интересно было бы, я часто слышу такие изыскания от моих коллег. То есть, а давайте вот так еще, а давайте это. А если это на практике потом все равно не результ, смысл это изучать. Ну, появится возможность техническая, наверное, займемся этим, всему, как говорится, в свое время. Третий опыт – это на основе продуктов компании, да, вот, как я говорил, продукты были показаны, могут быть продукты любые, более того, в хозяйствах используются продукты разных компаний, ну, там, то есть, при участии, так скажем, наших продуктов, может, вы скажете, нет, мы хотим монопродукты только, заберите свои там комплексные. Ну, тут дело такое, смысл тоже, как говорится, взаимовыдное сотрудничество должно быть, и комплексные продукты, говорю, они помогают, опять же, и тем, кто их использует, ну, и, собственно, тем, кто их продвигает, так сказать. То есть, тоже обычно это по умолчанию, в принципе, идет, но так как вопросы иногда возникают, поэтому я считаю, это нужно проговорить. Небольшое число вариантов, так как человек, который в образовании был в агрохимическом, я помню, у нас там было огромное число опытов, там, семь разных видов, восемь, там, влияние какого-то минимального фактора. Это в науке обычно такое проходит, и там такое нужно. Если мы говорим о производстве, у нас не может быть сильно таких вот, какой-то отдельный фактор, мы не можем физически очень этого, мы пытаемся, постараемся, я имею в виду производство и так далее, но по факту вот идет комплексное решение, вот здесь мы такое изучаем, здесь такое, ну, то есть одна схема питания, здесь другая. Не очень большое количество вариантов, почему? Потому что просто в них запутаешься, где какой вариант. Я говорю о том, что у нас в государственных теплицах, когда работал, там были там, люди приходили, уже потом, ну, не то чтобы забывали, где какой опыт, но, то есть, опыт это небольшое число, сразу заранее это все надо смотреть. И пятое требование, пятое, да, целое отделение цеха и теплицы под образ. Желательно иметь не отдельную грядочку, отдельную грядочку, у нас такое было, надо было, чтобы мы, по-моему, считали это все, записывали, сколько собрали. Лучше, когда это отдельное отделение, цех, теплица, вот у вас, например, три теплицы есть там с высокими тоннелями или еще как-то, или там, тут грядка, тут грядка, то есть, как-то так, чтобы это отдельно все было. То есть, потому что учет, вы примерно знаете, сколько оттуда ягод собрали, и вы примерно можете организовать так, чтобы не присутствие личного при этом опыта. То есть, вот сказали людям, которые за грядкой, грубо говоря, закреплены, вот так применять удобрение или так, и это как-то можно отделить. Вот, это такие основные. И пятое, собственно, это идеи. Вот, у вас могут быть свои идеи, если есть, готовы, как говорится, открыто выслушать, интересно будет, желательно, чтобы они были тем принципом соответствования, конечно же. Но, я говорю, рассматриваем все идеи. Вот такие вот идеи, в частности, у меня возникли на основе тех вещей, перед которым мы вот с семинарами с коллегами ездим, с Ягодным Союзом. Вот то, что было в Петербурге, было очень интересное мероприятие. И вебинары, семинары, которые идут всегда. Это вот, в первую очередь, поочередное применение генеративных, вегетативных комбинаций, постоянно говорится, вот это вот, по фазам влияния. В частности, там у нас есть марки удобрения, которые как раз вегетативные, вегетативным соответствуют растворам и генеративным. Ну, не знаю, не буду, наверное, сейчас говорить. Это вегетативные растворы, которые способствуют более активному разъединению зеленой массы. Генеративные – это закладки ягод и созревания. И те, и другие растворы нужны. Вопрос, какие фазы делать, вот как раз такие опыты можно заложить и поиграть с тем, когда лучше вегетативный делать, когда генеративный. Потому что на этот счет постоянные споры, постоянное нет единого мнения. Можно на опыте все это узнать, собственно. Потом, вариации по нормам внесения. Вот в открытом грунте у нас пока еще нет каких-то растворов таких сильных, которые не применяются. И часто спрашивают, сколько надо. 400 килограмм кто-то пишет, одни компании, одни агрономы. Другие 200 килограмм, третьи – 2000 килограмм. На самом деле тут нет правильного ответа. Тут все зависит от экономики. От экономики, в первую очередь, можно заложить конкретно в ваших условиях. Еще я тебе могу сказать, вот про огурцы, помидоры, про все плодовые. Это, конечно, далеко не ягоды, но там есть уже некоторые закономерности. Когда-нибудь мы закономерности с ягодами выделим. Вот в частности, от 20 до 40 грамм удобрения раскопывается, чтобы получить 1 килограмм плодов, томатов и огурцов. Ну, как томатов, либо огурцов, соответственно, с ягодами. И это нам еще предстоит, как говорится, с вами выяснить, сколько требуется удобрения. Я думаю, от тех же 20-40 грамм старых и до бесконечности. Тут больше вопрос экономики, чем биологии, я считаю. Потому что стоимость ягод, она существенно выше, чем стоимость плодовой овощной продукции. И там выше требования к качеству, чтобы лёжкость была. А это, соответственно, больший расход кальция, соотношение правильного кальция с калием и так далее. Что еще? По полной замене аммиаченной селитры на нитрат кальция. Вообще, в принципе, всеми говорится, что нитрат кальция должен быть. Но мы, как правило, с коллегами видим, приезжаешь в хозяйство, там единственное удобрение, смородину, например, выращиваешь. Может, с кем-то, кому-то из вас как раз приезжали. Не помню уже сейчас. Там максимум карбамид, вносится или аммиачный селитр чуть-чуть под каждый пуст. Ну, это лучше, чем ничего. Но есть такие моменты. Для совсем минимальных, как говорится, начальный уровень, там аммиачная селитра применяется. Если это заменить на нитрат кальция, насколько это будет эффективно. По норме содержания бора. Я сейчас не буду, наверное, на всем останавливаться подробно. Это, например, по источнику железа, выбор хелата железа. Есть такая история, что я, например, встречал, что хелат железа есть более устойчивый при разных уровнях PH. Есть те, при которых растения, в принципе, обеспечиваются, но есть и хлороз, что не очень здорово. DC-полива, это для сети ферм, от полутора до полтора миллисименса. Например, это столько стандартно советуют в той же Голландии, из Голландии, в Италии, миллисименсов. Но на самом деле в сети фермах оказывается, что, по отзывам коллег, да, могу ошибаться, но что полтора миллисименсов этих окажутся малыми. Можно и два, и два с половиной. На практике это можно, собственно, сделать, проверить. Пока это все истеритически, много из этого истеритических вещей, из расчетов. Что еще хотел сказать? Ну, это были вот идеи, далеко не все идеи, это я просто пять-шесть главных идей выделил, которые у меня, по крайней мере, бродят. У нас регулярно у компании «Еврахим» тоже есть свои вебинары, сигнары на YouTube-канал. Наверняка многие из вас видели, смотрят. Еще раз просто напомню. И сейчас торгуют активно вебинары о ягодах, в том числе. Вот во вторник, буквально в следующий форум, мы с коллегой моим, Максимом Столяровым, будем рассказывать про влияние кальция на качество, необходимость кальция для качества, для легкости ягод, собственно. По-моему, в 10 утра у нас всегда начинаются все, так что подписывайтесь, заходите, сразу же я выслушаю ваши пожелания, предложения, вопросы. Вот у меня, собственно, все. Спасибо большое, Максим. Вопросы? Да, пожалуйста, сейчас секундочку. Вы можете направить для тех вот семей форм вашей линейки, да? Да. Как в осенье. Вот сейчас я покажу. То есть водорастворимые. Да, водорастворимые. Для искусства к грунту и для открытого грунта. Да, совершенно верно. А с разным зонам, типам почерк, они будут к вам как-то привязываться? Смотрите. Или вы их как матрицы накладываете по зонам? Смотрите, да, дело в том, что как раз теоретически можно, конечно, попытаться рассчитать, да, в одной зоне одна схема, в другой зоне другая. Но вот как раз мы и хотим в это выяснить. Мы хотим не теоретически это все рассчитать, потому что… Ну да, да. То есть в разных хозяйствах. У нас команда агрохимического сервиса большая, если на данном уровне. А, кстати, да, важная вещь, которую я хотел сказать. Мы готовы. С НИИ у нас все это производится там. Включаются контракты, договоры. То есть так как там полностью силами производства этого, ну то есть сотрудниками НИИ производится, да, эти внесения, учет и так далее. Хозяйством для опытов мы закладываем. Ну, то есть выделяем удобрение бесплатно. Изначально примерно… Ну, готов. Ну вот я и говорю. Кстати, я не предлагаю три-четыре варианта, я предлагаю не больше трех-четырех, двух-трех даже вариантов. Что? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, очень, кстати, актуальны. Именно вот на этом основная проблема возникает, когда мы закладываем опыт. Часто, вот говорите, растворный узел, часто вообще никакого растворного узла нет, в принципе, нет никакого растворного узла, и народ не знает, в принципе, что он нужен, что он полезен, так скажем. Да, смотрите, водорастворимые удобрения можно вносить и без растворного узла. Естественно, это трудозатраты дополнительные на тех, кто вносит эти удобрения. Они вносятся в виде впитательного раствора, разумеется, да. Растворительные формы удобрения, они что, более эффективны, чем даже селитр, но, по-моему, спала, медленно растворимы, скажем, удобрения. Потому что у нас культура-то многолетняя, где-то вот не удобрил весной, посеял, убрал весной в обороте, прошу. Спасибо за вопрос. Смотрите, тут я… Я вам так сейчас… Да-да, спасибо. Да, я сразу скажу, коллеги. Я тоже знаю почвоведение. Смотрите, коллеги, вот мы сейчас… Давайте сначала определимся. Мы говорим про открытый грунт. Вот вы сейчас про открытый грунт в частности говорите. И я, соответственно, говорю сейчас в части про открытый грунт. Дело в чем? У нас обуширная сеть опытов, не только опытов, а посещаем мы разные хозяйства. Я вам так скажу. Вырастет на любом… Растение вырастет на любом удобрении. Там аммиачная селитра, там, калий… Коллеги, ну давайте задали вопрос. Давайте не будем препираться. Спасибо. Я знаю про коллоидный почвенно-поглощающий комплекс, про то, как он поглощает калий. Да-да-да. Хлор, корид, как там… Я вам скажу. Выращивается все на любом удобрении. Водорастворимые удобрения, они технологичные. Ну, давайте все-таки отметим, что ягодоводческая отрасль преимущественно работает на водорастворимых удобрениях, системами фертигации. Если нет растворного узла, то применяются более простые методы, но тем не менее с водорастворимыми удобрениями. Потому что так работает. Можно сказать, я вот учился в Тимиряйской академии, когда нам один почвовед говорил, вот если в почвный разрез залезут два почвоведа, чтобы его описывать, выйдет только один оттуда. Тут никогда не будет… Не договорятся. Они, да. Два агрохимика, значит… Коллеги, давайте просто вот не будем поднимать больше этот вопрос. Мы все применяем водорастворимые удобрения, за исключением тех, кто собирает до 8 тонн с гектара. Такая урожайность нам не актуальна. Спасибо. Ну, я просто уже ругаться буду, но сколько можно поднимать один и тот же вопрос? Не актуальный для отрасли вообще. Спасибо. Ну, я скажу подытожу. Водорастворимые удобрения отлично подходят для капельного выращения, но это, говорю, никак не отменяет того, что вы можете на мяч на селитре, на навозе выращивать, на чем угодно, получая при этом более низкую урожайность. То есть вопрос технологический, в первую очередь технологический. Разумеется, более технологический, высокий. Смотрите, если… Можно отвечать? Можно вот вопрос задать? Спасибо. Я ответил насчет вопроса, насчет более высокотехнологичного удобрения стоит гораздо выше, чем низкотехнологичный. Водорастворимые удобрения стоят намного дороже, чем селитра, чем комплексные удобрения, которые вносятся в разброс. Но это оправдано тем, что мы тратим меньше денег на внесение. Самое главное, что мы технологически это проще. Смысл от того, что это дешево, но мы это просто не удобрим более как положено, да, дешево, но толку будет. Ягодная продукция, она достаточно дорогая. Чем дороже продукция, которая выращивается, чем больше есть смысл, экономический смысл применять технологичные продукты. Более высокая цена платится за большую технологичность. То есть, я думаю, это очевидно, то есть, да, это дороже. И это должно быть и будет дороже, потому что более дорогое оборудование используется, дорогая более продукция, очищенная продукция удаленной, удалены хлориды пресловутые, то есть микроэлементы в филатной форме. То есть, и экономически это обосновано, на таких удобрениях получается более высокая урожайность, более высокое качество. Говорю, даже не за счет самих удобрений, а за счет технологий, в которых они применяются. В этих технологиях эффективно невозможно применить вот эти вот комплексные удобрения, которые в почву вносятся. Они просто забьют все капельницы, и у вас не получится это сделать. Если мы будем в лоб сравнивать урожайность, может, она не сильно будет отличаться, просто оно не масштабируемо, на практике не применимо низкотехнологичное удобрение. То есть водорастворимые удобрения на данный момент они вот. Ну, для нас просто плюс тонн на урожайности – это 200-300 тысяч гектаров. Да, вопрос. То есть, и все. Как только мы начинаем считать это все в деньгах, ответ и получается. Максим, кстати говоря, вот считая, методы закладки таких опытов, они у вас уже отработаны? Я же так понимаю, каких-то научного сопровождения со стороны вы не привлекаете, обходите своими специалистами? Да, смотрите, методы закладки в производстве у нас пока еще не отработаны. Это основная проблема в том, что говорю. Но сейчас мы можем уже об этом говорить, потому что уровень воровой растет, и есть обычный просто один воровой растворный узел в лучшем случае. В лучшем случае это часто. Раньше это был один бак, с которым высыпались удобрения, включался напор воды, и, как говорится, по принципу, куда бог пошлет, туда и они отправятся. Постепенно появляются дозотроны, миксрайтеры, ну, я уже не буду говорить, так летные. Это не фирмы, но, то есть, дозирующие, так сказать, те, которые позволяют с заданным ВСИ, заданным ПАЖ, даже с параметрами раствора вещи, мы не можем пока еще, ну, прям сказать, вот мы прям пришли, и вот вам все организовали. Мы производим удобрения, производим их хорошо. У нас есть экритимический сервис, но он, как говорится, такого еще нет, чтобы мы пришли и прям все поставили, вот для опыта. Если у вас есть дозирующие растворы, так скажем, ну, то есть, мы готовы предоставить удобрения, ну, дозирующие растворы, дозирующие установки, мы готовы в это все вложиться. Я думаю, мы можем даже обсудить насчет, я не знаю, приобретения, установки этих вещей. Пока еще такого опыта не было просто. Если есть заинтересованность какая-то, действительно, это можно обсудить. Я думаю, это было бы всем полезно. Ну, дорогая история. Ну, дорогая, вопрос, собственно, какой-то порог этих историй и как это и юридически оформить, да, то есть… Кому будет предназначать в итоге, да? Ну, да, это, наверное, даже важно. Как-то, понимаете, в больших компаниях все это надо обосновать, зачем это оборудование покупается, там, ну, то есть правила вот эти бюрократические. Хорошо, что мы маленькие. Максим, вот еще вы упомянули, да, что сложно закладывать несколько опытов на одной плантации. Но сейчас современные хозяйства стараются организовывать питание по кварталам, да, отдельно. Я так понимаю, просто с того же растворного узла просто подаются разные растворы на разные кварталы, где выращиваются либо разные сорта, либо растения находятся на разной фазе развития, чтобы продлить, собственно, сезон сбора урожая. Вот такая система, она, я так понимаю, позволяет достаточно просто проводить необходимые эксперименты. Смотрите, вполне это возможно. У нас просто на производствах это было один растворный узел, одно питание. Такой итог, я вот сейчас вас первый слышал, у нас были расчеты, когда мы вносили там какие-то средства защиты, которые в полиции носятся, мы учитывали объем трубы, которая подойдется, там, в рамуной полиции вносили, еще какие-то вещи. Теоретически, я думаю, можно посчитать, просто опять же, мы возвращаемся к той истории, что возможно, насколько такой опыт, как говорится, пустарепситный, репрезентативный. Думаю, настроить можно, просто для этого надо гораздо больше усилий приложить, это проанализировать, в частности, тот же раствор взять, действительно ли у нас по квартально это происходит, все вещи, или мы думаем, что оно происходит все, как говорится, одно питание, другое участок, другое, или по факту там все смешалось, и вроде бы как бы все растет. То есть, на самом деле, лучше один узел, одно питание. То есть, как бы, ну, можно что-то попытаться сделать, но это усложняет, я не знаю, в 10 раз примерно весь опыт и соответственно все результаты, которые получатся или не получатся. Ну, то есть, вам, собственно, несколько соседних хозяйств нужно, чтобы эффективно эти опыты ставить. Да, пока вот так. Смотрите, у нас еще такая есть история, про опыт я говорю, но у меня такое впечатление обычно, исходя из того, как я вижу обычно понимание, тут хотя бы даже просто схему, схему компаний уже показать, умеет, ну, готов к себе попустить чужих людей, грубо говоря, чужих вашему хозяйству, да, потому что вот я сколько смотрю, потребляются, покупаются удобрения, и все я расскажу. А мы вот свою фиферскую схему не расскажем, это продукт нашей интеллектуальной собственности. Я вот, правда, по производству, и у меня такого секрета никогда не было, я всегда свои рецепты все показывал, к нам приезжали, я в Кудасинку, когда работал, у нас были рекордные урожайности, по розу, мы нас брали эти, мы отдавали кому хочешь на анализ эти самые растворы. На самом деле, потому что, я знаю просто, что смысла секретику делать нет, потому что, как правило, система питания, она чаще всего, если долго на ней работаешь, на одном месте анализируешь, она выстраивается именно под это хозяйство. Именно под это хозяйство она выстраивается, и если ту же самую сумму питания в другом хозяйстве сделаешь, не факт, что там будут те же самые результаты, там другая вода, там другой полив, от объема полива очень сильно зависит, вот, как говорится, от почвы и так далее. Ну, то есть, местные условия оказывают влияние. Просто нам ничего это интересно для тех же наших семинаров, вебинаров, чтобы показывать конкретику. Просто рассказываешь, я вот на сторонках, вернее, сторонках хорошо коллеги делают это, кальций в листе, калий там в листе, еще что-то там в листе куда-то пошло. А хотелось бы вот конкретно, вот хозяйство там, грубо говоря, вкусную область, даже мы не называем, но все уже думают, такой, ну, я в слове говорю, вот здесь такие урожайности были получены, здесь такой-то растор. Это куда же интереснее, гораздо интереснее, всем будет смотреть и понимать, что, да, я, кстати, мимо это все, ничего не сработает, но уже посмотрелось бы интереснее всем. Чем, куда там кальций пошел, куда там кальций пошел, чем поглотился, куда она ушла. Это все, этого всего добра, я считаю, много, а вот с такой точки зрения было бы интересно и те же урожайности мы бы непосредственно посмотрели, как это все вместе. Ну, мне на самом деле очень нравится ваш подход, потому что, ну, постоянно слышим вопрос, да, дайте схему и расскажите, почему она работает. Ну, вот, собственно, испытывать ее надо. Да, это все, как говорится, от места конкретного зависит. Спасибо, будем ждать хозяйства с их заявкой. Да, так что ждем ваших, как говорится, вот контакты там есть, указаны, запросов, если интересно, если готовы. Ну, я так понимаю, хозяйство могут предложить и какие-то свои опыты, да? Да, может быть, у вас какая-то своя схема классная есть, и сравнить с другой какой-нибудь. Вегетативная стадия, но она совпадает с теми, начало вегетации, потом закладка, там, формирование завязи, формирование урожая, наверное, это другая должна быть схема, да? То есть тут совмещение вегетативной и вегетативной продуктивности. Потом, значит, затухание роста, начало тому сообразования, понятно, но потом-то еще опять генеративная стадия начинается, и она совмещается вегетативном, это вот закладка урожая сверху, вот цветковой почки, а у нас там. Да, вот спасибо за вопрос. Актуальная история, потому что, знаете, почему я… Да, вот это все знают. В начале у нас развития листьев, я, знаете, я повторюсь, да, вот, чтобы проговорить еще раз. В начале развития листьев, побегов у нас вегетативный рецепт того, как бы считается, везде говорится. Потом у нас цветение, рецепт для цветения там придумают. Можно вообще 100-100 рецептов придумать при желании. Ну, в общем, делают на то, как… Смотрите, тут, тут, разумеется, много очень разных, прямо тоже, говорю, идей, разный уровень кальция, там, кальций в начале, потому что он потом, вот, кстати, он будет мой коллега рассказывать, да, потом кальций после определенного момента ягодами не потребляется, потому что он уже все, что потребилось, растение уже потребило, оно идет только распределение поисту. Тут у меня даже не с точки зрения кальция, ну, там, я не буду сейчас, просто не хочу сейчас в детали вникать. Смотрите, тут, говорю, тут так, да, это вся история известна, что калий с кальцием конкурируют, есть исследования, которые показывают, если калия много, то много вершин, ниже лёжкость и так далее. Тут есть идея, я даже, поэтому, не стал как-то вписывать. Смотрите, насчет магния. Коллеги, давайте, наверное, сейчас так, мы можем сейчас разожжёмся, идёмся, и будем закапываться. Давайте, вот, особенно студентов, да, я отправлю к вебинарам Ягодного Союза «Питание ягодных культур». Была такая история, как раз Максим вёл, да? Да, и был у нас замечательный совершенно вебинар «Автоматизация полива», где мы как раз разбирали все эти растворные узлы, как они действуют, что с ними происходит. Потому что вот разбирать сейчас пошагово, как организовать питание, ну, просто не тема этого мероприятия, и нам действительно нужно будет часика-полтора так посетить. Вопросы, да, и сколько магния, сколько калия, кальция, целые тома написаны на эту тему. Да, ещё под разные сорта разные. Да, ещё. И вообще можно поспорить, а если у нас ещё и сорт ремонтантный, когда по-другому немножко стадии все эти развития в обедах, всё совсем сложно. Да, да, совершенно верно. Так что вопрос ваш, интересно, это всё рассматривается, это ещё будет рассматриваться, это прямо отдельно, и про магния отдельно будет наверняка. Про кальция у нас будет во вторник вебинар, там будет подробно говориться. Присылайте ссылочки на вебинары. Да, спасибо. Будем всем рассказывать, что они такие есть. Спасибо вам большое, Максим. Спасибо.